всем привет с вами канал все про android и сегодня хочу продолжить цикл видео программе screen stream mirroring то есть как работает данная программа я уже говорил в предыдущем видео что она позволяет стримить прямо с вашего android устройства стримить можно как с помощью камеры так и с помощью самого дисплея то есть происходит захват вывода изображения с дисплея сегодня я расскажу о двух методах стрима и так как стримить в twitch заходим в саму программку и идем настройки выбираем интернет бродкаст здесь есть подкладочка twitch us stream youtube то есть стримы на всевозможные сайты которые вещают потоковое поддерживают потоковое вещание и так перейдем настроечки что нам необходимо сделать для того чтобы стримить twitch это во первых мы уже выбрали в twitch то есть здесь необходимо выбрать интернет бродкаст twitch us stream youtube то есть здесь остается по умолчанию вкладочка то что мы выбрали далее идем streaming twitch сервер здесь выбираете twitch далее сервер url здесь можно выбрать любой амстердам там париж что к вам поближе то и выбирайте я поставил галочку на амстердам то есть сервер здесь можно выбрать любой появится здесь адрес данного сервера и основное что необходимо добавить это стрим кей как добавить стрим кей в своем твич на своем канале вам необходимо перейти в подкладочку информационная панель перейти ключ потока дождитесь пока страничка обновится и вот здесь нажать вкладочку показать ключ я этого делать не буду по понятным причинам то есть после того как вы нажмете показать ключ здесь появится ключ его необходимо скопировать и вставить вот в эту вот строку в программе и далее по подкладочкам необходимо вот здесь вот выбрать сервер rtsp вернее не сервер извините а стрим мод то есть вариация потока как бы перевести наверняка будет так звучать после чего выбрать аудио сорс то есть откуда будет идти звук с микрофона ну по этим подкладочкам я говорить ничего не буду и обязательно выбрать конечно же битрейт потока максимальную частоту кадров и разрешение данного потока если можно выбрать до 1080p но я не буду сейчас сильно напрягать свой смартфончик покажу на 720p далее подкладочка show touch здесь если вы хотите показывать нажатие будете стримить какую-то программу то будет отображаться на экране нажатие автоповорот если автоповорот не работает достаточно поставить здесь галочку и еще один вариант то есть background mirroring то есть если вы даже выйдете из программы то стрим всегда будет продолжаться и есть возможность еще активировать камеру то есть по верх вашего стрима стрима будет показана камера то есть будет захватываться дополнительное видео с передней камере вашего смартфона то есть вот здесь enable camera здесь достаточно поставить галочку включить после того как вы сделаете данные настроечки вам достаточно выйти чтобы сохранить настройки и после чего у меня сейчас просто подключен по usb смартфон да кстати хочу сказать что есть возможность стримить если даже у вас нету root на вашем устройстве то подключил по usb установив дополнительную программку это все можно будет найти где скачать данную программу для персонального компьютера можно будет найти на сайте производителя данной программы ссылочка есть на play маркете я потом в конце того как покажу как стримить на youtube покажу эту ссылочку где ее скачать просто установить но как я уже говорил в программе есть факт и разобраться будет несложно воспользовавшись обычным переводчиком и после чего мы начинаем стрим как все это дело будет выглядеть сейчас попробую если никакого сбоя не произойдет мы увидим прямой стрим достаточно нажать play если вы все сделали правильно то у вас должен начаться стрим ваш twitch вот идет загрузка видео согласитесь что должно быть надежное вай фай соединения и вот так вот все это дело у нас выглядит то есть настройки самой программы как вы понимаете будет задержка вот программка у меня не куплено поэтому все это дело происходит с обильной рекламой загрузка видео как видите сопровождается всевозможными рекламными роликами ну то есть все довольно таки просто и как вы понимаете что запустив любую игрушку вы можете стримить я сейчас этого делать не буду потому что программа у меня просто напросто ограничено именно тем что хотя давайте попробуем какие-нибудь там пяти минутами вроде идет стрим да к сожалению у меня кроме асфальта асфальта ничего нету поэтому я думаю что стрим у меня никакой не получится мы сейчас свернем вот такая вот возможность получить на вашем смартфоне доступ к тому чтобы стримить видео на в twitch то есть если вы играете в какие-то онлайн игры то у вас будет возможность поделиться своим игровым процессом с вашими друзьями с вашими подругами и знакомыми и после чего сейчас мы перейдем именно как стримить на youtube и так продолжим видео сейчас разберем как стримить на youtube в принципе по сути сам процесс ничем не отличается от того как мы стримили в twitch но просто небольшие дополнения чтобы уже все прекрасно было видно и перейдем перейдем в настройки здесь стрим мод оставляем то же самое то есть подкладка интернет бродкаст и т.д. и т.п. стример сервер выбираем youtube теперь нам надо здесь ввести сервер адрес сервера создаем трансляцию создать мероприятие добавляем сюда название сейчас опять посыпятся вопросы у меня наверное что за бред что ты там стримишь напишем сразу тест программы вот и создаем мероприятие все в общем то то же самое мероприятие создано выбираем битрейт 720 и вот у нас получается название потока и название основного сервера все это дело нам необходимо скопировать и вставить вот сюда как все это дело будет выглядеть то есть название потока копируем я отправлю через push bullet для того чтобы это быстренько у нас все было организовано вот у нас push bullet копируем название потока переносим его в stream name удаляем предыдущее название и вставляем после чего набираем ok и далее URL скажем так основного сервера то же самое мы копируем и нам надо все это дело перенести на наш смартфончик опять идем наш push bullet копируем и вставляем самой программке опять таки по подкладкам все остается так же тот же битрейт там можете увеличить уменьшить как будет ваше на ваше усмотрение и после чего идем вот сюда в панель управления да я не нажал извините не нажал начать трансляцию нажимаем трансляцию и ждем пока пойдет вот сюда качество потока вот высокое и дожидаемся время пока все это дело у нас наступит то есть я не задавал время поэтому вот чтобы все это дело организовать достаточно выбрать определенное время и вы получите возможность транслировать на youtube видео прямо с вашего андроид устройства вот так все легко и просто организовать пробные стримы я уже организовывал при помощи данной программки к сожалению я вот не назначил время трансляции поэтому у меня сейчас нет такой возможности все это дело продемонстрировать ну то есть видите что мы в эфире и идет трансляция к сожалению мне ничего не получится потому что сто пудово у меня вырубится блин сейчас эта программа поскольку она у меня не куплена связи там с курсом колебания долларов все очень быстро прыгает и скачет но как видите что все работает и все великолепно передается то есть у вас будет возможность стримить ваше видео как я уже сказал как в твич так и на youtube так что если возникнет желание использовать данную программку то возможность такая у вас есть вам возможно пригодится данная программа я вам скажу сразу что программка еще умеет записывать видео в локальный файл и как я уже говорил при стриме выводить в окошке камеру ну как сейчас это дело давайте сейчас я просто покажу как выводится камера при обычной записи то есть то же самое вы будете получать и local файл и то же самое вы будете получать при стриме в твич или же при стриме на youtube сейчас мы запустим да камеру я к сожалению не включил изначально поэтому ну сейчас быстренько вернемся к настройкам извините что блин я так как то не выспался поэтому у меня все это дело очень туго сегодня идет с этими соединениями телефон кстати да очень жутко греется preference вот здесь мы enable camera вот у нас появилось уже окошко программы и сейчас мы выведем камеру вот так вот я выгляжу в данной камере видите что какой у меня здесь весь я расплющенный то есть при стриме камера это кстати передвигается можно ее двигать по экрану то есть если вы будете или писать видео или стримить то вот получится вот такая возможность посмотреть на свое расплющенное лицо к сожалению размер камеры не изменяется и все будет зависеть от того насколько у вас хороша данная камера то есть при любых выключить включить камеру можно из-под меню то время когда вы стримите или записываете видео так что вот такая на мой взгляд интересная программка для тех кто собирается вести какие-либо стримы я думаю что она будет очень полезным как я уже говорил к сожалению пока нету бесплатной версии все вот так вот рекламой стоит программа около шести долларов но я думаю для тех кто стримит это небольшая сумма на этом буду заканчивать подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч 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 до новых встреч